26 мая 1944 года офицер особых поручений русской освободительной армии генерала Власова, латыш по национальности, поручик Валдис Балтинш, написал доклад после своей поездки по районам Витебской области, оккупированных тогда латышскими легионерами СС. Это страшные документы звериной жестокости людей, которые сегодня маршируют по улицам Риги и убеждают нас в том, что воевали они и против Гитлера, и против Сталина. Цитирую доклад поручика Валдинша. Вокруг этих деревень лежало много трупов женщин и стариков. От жителей я выяснил, что этими бесчинствами занимались латышские СС. Я спросил у одного из них на латышском языке, почему вокруг деревни лежат трупы убитых женщин, стариков и детей, сотни трупов непогребенные, а также убитые лошади. Сильный трупный запах носился в воздухе. Ответ был таков. Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских. После этого сержант СС подвел меня к сгоревшей хате. Там лежало также несколько обгорелых полузасыпанных тел. А этих, сказал он, мы сожгли живьем. Латышские ССовцы не стеснялись поручика Валдинша, не видели в нем своего и не стеснялись своей звериной жестокости ко всему русскому. Продолжаю цитировать этот документ. Душераздирающий, надо сказать. После ухода этой части я с помощью еще нескольких человек разрыл солому и пепел в сгоревшей хате и извлекли оттуда полуобгорелые трупы. Их было семь. Все были женскими. И у всех к ноге была привязана проволока, прибитая другим концом косяку двери. Мы сняли проволоку с окоченевших обгорелых ног, вырыли семь могил и похоронили несчастных, прочитав «Отче наш» и пропев «Вечную память». Немецкий лейтенант пошел нам навстречу. Он достал доски, гвозди, отрядил в помощь нам несколько солдат. И мы, соорудив семь православных крестов, водрузили их над могилами, написав на каждом «Неизвестная русская женщина, заживо сожженная врагами русского народа». Латышскими эсэсовцами. И далее в этом докладе страшные, зверские факты о злодеяниях, насилиях, убийствах, творимых латышскими и эстонскими легионерами эсэс. Убить как можно больше русских. Боже мой, сколько раз и какими легионерами ставилась эта цель? От Ленина и Дзержинского, немецких эсэс, прибалтийских эсэс и убивали. И вот нас сегодня не 600 миллионов русских, как должно было бы быть, а мы с трудом набираем 120 миллионов русских во всех концах света. Но вот в районе небесном, конечно, больше всего русских. Он переполнен русскими. Да где же им еще и быть, если они пережили такие нечеловеческие страдания в 20-м истребительном для нас веке? Редактор субтитров А.Семкин Остатки немецкой 17-й армии в начале мая занимали оборону на тех же самых позициях, что и советские войска, оборонявшие Севастополь в 41-42 годах. Гитлер приказал удерживать город до последнего солдата. Но немецкое командование успело к началу мая эвакуировать в Румынию значительную часть 17-й армии. В мае 44-го года уже не было никакого смысла обороняться в Крыму, потому что советско-германский фронт ушел далеко на запад. Тем не менее, вокруг Севастополя, на тех же самых рубежах, завязалось еще одно упорное сражение. Севастополь был хорошо укреплен в инженерно-полевом отношении. Главными узлами сопротивления противника были на севере район станции Микензиевой горы и на юге Сапун-гора, господствовавшая над всей местностью и служившая своеобразным ключом к городу. Однако, даже на Сапун-горе у немцев не было бетонных или долговременных каких-то огневых сооружений. Главную роль на Сапун-горе играли шесть линий траншей полного профиля, прикрытые противотанковыми и противопехотными заграждениями. Всего в Севастополе было заперто примерно 65-70 тысяч немецких и румынских войск. Противовстоявшие им и готовые к бою войска 4-го Украинского фронта генерала Федора Ивановича Толбухина превосходили их почти в 3,5 раза по людям, в 3 раза по артиллерии, более чем в 2 раза по танкам и самоходным установкам и почти в 15 раз по авиации. Поэтому никакого реального шанса у противника удержать Севастополь, конечно, не было. Город русской славы, вокруг которого в очередной раз начались кровавые бои, фактически к весне 44-го года не существовал. В центральной части Севастополя чудом уцелело одно здание под Владимирской горкой. Городская жизнь чуть тлела на окраинах. Разрушенный в период обороны город вновь подвергался обстрелам и бомбежкам, теперь уже советских орудий и самолетов. 4-м Украинским фронтом командовал генерал армии Федор Толбухин. Сталин торопил командующего, потому что гегемония в Черном море была нужна ему для оказания давления на Турцию, Румынию и Болгарию. Вряд ли Верховный забыл о доносах Льва Мехлеса на генерала Толбухина в дни существования Крымского фронта. Представителем ставки на 4-й Украинский фронт был командирован начальник генерального штаба маршал Александр Василевский. Толбухин и Василевский, два вполне совместимых военачальника, одаренных стратегическими способностями, тактической гибкостью перед внешним обводом севастопольских укреплений противника, задумали хитрый ход. 9 мая на Мене подорвалась машина, в которой находился представитель ставки маршал Александр Василевский, получивший при взрыве тяжелые ушибы. Начальник генерального штаба Красной Армии родился в 1895 году в семье священника, учился в духовной семинарии. Затем окончил ускоренные курсы Алексеевского военного училища, участник Первой мировой и гражданской войны. Тяжелейшее лето 1942 года Александр Василевский сменил заболевшего маршала Шапошникова на посту начальника генерального штаба. Александр Михайлович, писал о нем Константин Симонов, соединял в себе непреклонную волю и удивительную чуткость и деликатность. Он был замечательным представителем русской интеллигенции в рядах нашей советской армии, которой он отдал всю свою жизнь и все свои силы. В 10 утра 5 мая 1944 года с артиллерийской подготовки на северном направлении начался штурм Севастополя. В бой вступили бойцы 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Захарова, которые атаковали город на вспомогательном северном направлении по линии из района Бельбека через станцию Микензивой горы к северной бухте Севастополя. Альмендингер подумал, что именно здесь начинается главный удар, поэтому резервы и большую часть артиллерии он перебросил в район станции Микензивой горы. 7 мая 1944 года войска Приморской 51-й армии атаковали Сапунгору в центре немецкой позиции, нанося главный удар по войскам противника. Все внимание Альмендингера было приковано к событиям на севере, поэтому атака получилась в полной мере неожиданной, и советские войска рассчитывали к исходу дня выйти с юга к окраинам города. После того, когда Сапунгора была в буквальном смысле перепахана советской тяжелой артиллерией и авиацией, шесть дивизий атаковали ее, и к концу суток 7 мая Сапунгора, ключевая высота в районе Севастополя была в советских руках. Около 15 часов 9 мая подразделения 10-го и 63-го стрелковых корпусов и состава 51-й армии вступили в Севастополь. Противник не оказывал сопротивления и поспешно отходил в юго-западном направлении на мыс Херсонес. В тот момент произошла одна забавная история. До сих пор неизвестно кто распространял дезинформацию о том, что между Советским Союзом и Германией заключено перемирие. Немедленно началась спорадическая стрельба в воздух. Были даже случаи братания между военнослужащими противника, а зенитчики и артиллеристы выпустили в воздух практически полный боекомплект. Органы контрразведки СМЕРШ очень долго потом работали еще в 10-м и 63-м корпусах, чтобы выяснить, кто все-таки распространил эту дезинформацию, которая позволила немцам покинуть Севастополь и отойти на Херсонес. Май был месяцем завершения разработки и отшлифовки планов двух крупнейших операций Второй мировой войны. На Западе союзники внимательно изучали метеосводки. Их больше всего интересовала погода в английском канале, которой предстояло пересечь большим массам войск. А на Востоке советские и белорусские фронты готовились к решающему наступлению 1944 года, которое должно было открыть Красной Армии дорогу к границам Германии. Главы союзной коалиции вели между собой напряженную переписку. Острой была проблема воздушных налетов на железнодорожные узлы Франции. Предполагалось, что при этом погибнет около 20 тысяч французского гражданского населения. Это особенно беспокоило Черчилля, и 7 мая он писал президенту Рузвельту. Военный кабинет разделяет мои опасения относительно отрицательного воздействия на гражданское население массовых убийств, которые совершаются задолго до операции «Оверлорд». Такие убийства легко могут вызвать резкий перелом в отношении французов к своим американским и английским освободителям. Рузвельт считал эту проблему надуманной. Бомбить коммуникации железных и автомобильных дорог надо? Надо. Значит, будем бомбить, чтобы меньше погибало потом наших солдат. 15 мая в Лондоне прошло необычное совещание. Присутствовали все командующие родов войск, король Георг VI, премьер-министр Черчилль. Совещание длилось целый день. Выступили генерал Монтгомери и адмирал Рамсей, маршал авиации Ли Меллари, генерал Эйзенхауэр. В заключительном слове Уинстон Черчилль с большим пафосом заявил, «Джентльмены, я укрепляю в своей вере в эту операцию». Сталин 20 мая 44-го года пригласил на совещание трех генералов – Жукова, Василевского и Антонова. Состоялась продолжительная обстоятельная беседа, в ходе которой обсуждался план летней кампании. Затем на протяжении еще нескольких майских дней 44-го года Верховный главнокомандующий встречался и беседовал с командующими фронтами. И в самые последние дни мая было принято окончательное принципиальное решение – провести летом 44-го года стратегическую наступательную операцию в Белоруссии. В середине мая войска союзников в Италии одержали долгожданную победу. 17 мая после четырех наступательных операций и больших потерь англо-американские армии преодолели рубеж Монте-Кассино. Победой эти упорные бои назвать трудно. Потери союзников превышали потери немцев, которые в полном порядке отошли на следующий оборонительный рубеж. Но главное – после взятия города Кассино войска союзников в перспективе могли двигаться в направлении Рима, поддержанные частями, занимавшими Приморский плацдарм в районе Ансоо в 45 километрах от итальянской столицы. Япония стремилась достичь окончательной победы в Китае над армиями Чан Кайши. Вторая часть операции, начатой в апреле, успешно продолжалась в мае 44-го года. Гаминдановские войска несли в этих боях громадные потери. 25 мая японцы захватили важный в стратегическом смысле древний китайский город Лоян. Но несмотря на очевидные успехи, Япония по-прежнему была далека от главной цели – вывода из войны Гаминдановского Китая и переброски войс на острова Тихого океана, где вооруженные силы Соединенных Штатов начали авиационные удары по Марианскому архипелагу и основным японским базам в центральной части Тихого океана – на островах Трук и Гуам. Эти острова считались главными форпостами в океане на пути к японской метрополии. 31 мая 1944 года командующие фронтами получили директиву Ставки Верховного Главнокомандования, на основании которой началась планомерная, целенаправленная разработка операции «Багратион». Замысел операции заключался в первую очередь в том, чтобы прорвать фронт сразу на шести участках. При этом особое внимание уделялось разгрому фланговых группировок противника в районах Витебска и Бобруйска. А затем должны были последовать удары по сходящимся направлениям на Минск и в последующем выход на западные государственные границы Советского Союза. Операция «Багратион» имела целый ряд специфических особенностей, на две из которых я хотел бы обратить внимание. Прежде всего, необходимо было скрытно сосредоточить на исходных рубежах огромное количество сил и средств. Планировалось на направлениях прорыва на одном километре фронта сосредоточить до двухсот стволов артиллерии разных систем. Предполагалось создать значительный перевес в живой силе и технике. Так, по людским ресурсам преимущество должно было быть в два раза, по бронетанковой технике в четыре раза, по авиации в четыре с половиной раза и так далее. И, наконец, вторая особенность плана операции «Багратион» заключалась в том, что в этой операции, как ни в какой другой за период Второй мировой войны, особую роль должны были сыграть партизаны, в данном случае партизаны Белоруссии. Перед ними ставилась задача сбора ценной разведывательной информации и нарушения транспортных коммуникаций противника. В ходе подготовки к наступлению в Белоруссии была проведена беспрецедентная рокировка войск. Целый фронт Второй Белорусский, стоявший слева от Первого Белорусского, передал свою полосу соседу, а сам перешел на правый фланг будущего наступления против группы армии Вермахта «Центр». Главным фронтом будущей наступательной операции командовал генерал армии Константин Рокоссовский. 23 мая в Ставке было принято предложение Рокоссовского о нанесении Первым Белорусским фронтом в районе Бобруйска ни одного, а двух главных ударов, потому что болото Полесья, густые леса не позволяли массированно сосредоточить живую силу и технику. 18 мая 1944 года заместитель наркома обороны по кадрам генерал-полковник Голиков под грифом «Секретно» направил Сталину докладную записку о генералитете Красной Армии. Из нее следовало, что в армии на 15 мая 1944 года служат 2952 генерала. Это очень серьезная цифра, писал Голиков. Например, в США служат всего лишь 1065 генералов, а в Великобритании всего 517. И требования на присвоение новых и новых генеральских званий не прекращаются и не ослабевают. Особенно они велики по линии службы тыла Красной Армии. В то же время они наиболее сдержаны из действующей армии. Затем Голиков упоминает число генеральских должностей и предупреждает Сталина о том, что скоро у нас могут быть 9007 генералов. Далее начальник кадров армии пишет о некоторых уникальных случаях присвоения генеральского звания. Например, некий генерал Азизбеков А.М. имел стаж службы в Красной Армии всего лишь 8 месяцев. Никакого военного опыта, никакого военного образования, но уже генерал. Далее, по поводу образования. 142 генерала не имели никакого военного образования. 769 учились на курсах, а 443 закончили всего лишь военные училища. Чуть позже по этому вопросу выскажется и маршал Жуков. «Нужно сказать правду», напишет он в своей секретной записке, «что из-за неграмотности и бескультуре наших кадров мы очень часто несли большие потери в технике и живой силе, не достигнув возможного успеха». Но об этой записке маршала мы будем говорить в 69-й серии нашего фильма. Испания начала сотрудничество с Великобританией и США, пообещав летом 44-го года прекратить экспорт вольфрамовой руды в Германию. В Ленинграде состоялась первая после блокады празднования Дня Трудящихся – 1 мая. Тысячи жителей города вечером наблюдали на набережных Невы праздничный артиллерийский салют. Командование Ленинградского фронта во главе с генералом армии Леонидом Говоровым занималось первые дни мая разработкой плана наступления против финской армии на Карельском перешейке. 28 мая командирам подразделения частей в Англии сообщили, что десантная операция по плану «Оверлорд» начнется 5 июня 1944 года. В приказе Верховного главнокомандующего номер 70 отмечалось, что Красная армия освободила более трех четвертей оккупированной советской земли. Германия 4 года занимала свои позиции на Атлантическом побережье Франции. Естественно, что немцы все эти годы усиленно занимались укреплением своей обороны, потому что ни у кого в Германии не могло быть иллюзии, что в конце концов, рано или поздно, вторжение союзников на континент произойдет. Пропаганда Геббельса разрекламировала неприступность Атлантического вала настолько убедительно, что главной жертвой этого хвастовства пали сами немцы. На самом деле опорные немецкие пункты на побережье создавались весьма произвольно, иногда в зависимости от наличия рабочей силы и строительных материалов. Эти опорные пункты были изолированы друг от друга. Гитлер к тому же приказал создать прочную оборону и на прибрежных островах Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш. Фюрер эль стила то, что острова были английскими, и он владеет частью британской территории. Вермахту не хватало войск, артиллерии и танков, не говоря уже о флоте и авиации. К тому же постоянно действующий фактор Восточного фронта не давал немцам надежды на возможность создания крупных резервов, для отражения высадки. А на что могла рассчитывать Германия в этот период на Восточном фронте? Гитлер не был ни безумным, ни бесноватым, не страдал он этими болезнями, которые ему постоянно приписывают. Победа или смерть? Это Гитлер всегда знал. В ничью ему сыграть не удастся. Победа или смерть – это его выбор и судьба. Но в Третьем Рейхе, кроме нацистских мечтателей о новом порядке, были и трезвомыслящие деятели. На что, например, рассчитывал тогда Вермахт и его руководители, верный Гитлеру Кейтель и глубокомыслящий Йодель, или такие опытные стратегии, как фельдмаршалы Клюге и Кессельринг, Монштейн и Клейст, или рейхсминистр вооружений Альбер Шпейер. Если отбросить их послевоенные анализы, постфактум, так сказать, и обратить внимание на их же письма, речи весны 44-го года, то можно сделать следующие выводы. Во-первых, они полагали, что Вермахт, перейдя к стратегической обороне, сумеет, нанося большие потери, обескровить Красную Армию и тем самым остановить наступление русских. Немцы недооценивали самоотверженный до смертного исхода труд советского тыла и жесточайшее использование советской властью людских ресурсов. Во-вторых, Гитлер и его командующие возлагали большие надежды на новую технику и оружие. Надо сказать, что к весне 44-го года она у Германии уже была. Немцы уже имели реактивные самолеты, ракетную технику, фаус, патрон, новые танки, подводные лодки 21-й серии. Но беда для Германии заключалась в том, что германская промышленность была неспособна производить это оружие в тех количествах, которые необходимы были для ведения мировой войны. А людские резервы Германия израсходовала еще в 1943 году. В конце мая военные действия в Центральной Италии приближали к своей кульминации. Восьмая английская армия преодолела линию Густава и, сочетая продвижение к Риму с ударом американских дивизий с плацдарма Ванцева 25 мая, союзники получили возможность сокрушить немецкие войска южнее итальянской столицы. Ключевым в этой операции был городок Вальмонтане, где Киселлингу удалось опередить американцев. Дивизия Герман-Гирин, хотя и основательно потрепанная налетами авиации, первой прибыла в Вальмонтане и обеспечила немцам прикрытие для отхода на север. Но дорога на Рим утром 31 мая оказалась для союзников открытой. В Югославии конец мая едва не закончился гибелью маршала Тита. Только случайность спасла лидера югославских коммунистов. Его группа ушла в горы с наступлением темноты, находясь буквально на расстоянии шепота от преследующих штаб Тита немецких войск. Главным козырем немцев при отражении будущего десанта союзников были танковые дивизии. Если бы эти дивизии удалось соединить в единый кулак, и кулак этот оказался бы в день высадки поблизости, то половина задачи для вермахта была бы решена сразу. Танковыми войсками на западе командовал генерал-граф Лео фон Швепенбург, опытный танкист, взгляды которого поддерживал Гудериан. Швепенбург был настолько возмущен неверными, по его мнению, действиями фельдмаршала Роммеля, что с разрешения фельдмаршала Рундштета вынужден был обратиться с протестом к самому Гитлеру. Решение Гитлера, к тому же вскоре им отмененное, только усилило неразбериху в группе армии Запад. Проблем у немцам хватало, ведь они должны были считаться с возможностью высадки союзников на громадном фронте от Антверпена до Испанской границы. Не могли они и пренебречь обороной побережья Норвегии и Средиземноморской Франции. Наиболее вероятным участком высадки англоамериканцев, я считаю, заявил Гитлер 2 мая, полуостров Катантен и район города Бреста. Я запрещаю отводить с этого участка какие-либо войска и приказываю немедленно перебросить к подножию полуострова Катантен 2-ю парашютную дивизию с Восточного фронта. Интуиция и в этот раз не обманывала Гитлера, но его генералы уже не доверяли ей и не брали ее в расчет. Субтитры создавал DimaTorzok